Мы постарались обсудить те новые какие-то характеристики, связанные с теми новыми трендами, которые сегодня на рынке существуют. То есть мы постарались, может быть, дать такой чуть-чуть более детальный, глубокий, развернутый анализ вот этим вот трендам. А эти тренды, как мне кажется, они достаточно широко известны. И главное из них заключается в том, что интенсивное развитие рынка жиженного природного газа превращает этот рынок из чисто транспортного звена, из так называемого виртуального трубопровода, который связывает между собой отдельные региональные рынки сетевого газа, в драйвер не только количественных, но и качественных изменений на формирующемся глобальном газовом рынке. И рынок СПГ фактически формирует вот этот вот глобальный рынок, потому что он не только связывает региональные рынки, но он становится существенным элементом этих рынков и приносит изменения в институциональную структуру формирующегося рынка газа, единого рынка газа, состоящего из двух сегментов. Что я имею в виду? Во-первых, резко увеличивается гибкость и непредсказуемость поставок, потому что на начальном этапе формирования рынка жиженного природного газа проекты, как правило, это были крупные, единичные проекты, которые жестко на длинный срок привязывали одного поставщика к одному потребителю, для того, чтобы была возможность окупить проект. Потому что каждый проект поставок жиженного природного газа предполагал, что где-то есть освоение газового мясорождения, либо природного газа, либо, как в случае с Австралией, скажем, угольного метана. Наземный трубопровод, который доставляет этот газ к побережью, на побережье завод СПГ, который сжижает этот газ. Где-то в другой стране, там, за океаном, находится страна потребителей, где должен стоять завод по разжижению. Между ними должны основать танки и метановозы, которые этот газ туда доставляют, значит, как минимум получается. Пара метановозов, один под разгрузкой или под погрузкой, второй в это время в пути, один только метановоз там стоил, там, по полмиллиарда долларов. Поэтому это огромная инвестиционная такая махина, которая требовала долгосрочных контрактов и жесткой привязки. Сейчас, когда технический прогресс резко уменьшает, соответственно, издержки, прошли многие страны через кривое обучение производителей, потребителей через learning curve, поэтому критическое пороговое значение инвестиций в проекты уменьшилось, количество проектов резко увеличилось, меняется контрактная структура. Объемы контрактов стали меньше, продолжительность контрактов стала короче, больше игроков выходит на рынок жижного природного газа. Это означает, увеличилось число игроков, потому что легче на этот рынок войти, требуется меньше капитализация. Но в то же время, если игроки характеризуются более низким кредитным рейтингом, это означает, увеличивается риск, непредсказуемость, значит, самого, соответственно, рынка. И те возможности по диверсификации поставок, которые он создает, что многими рассматривается как плюса, да, то есть потребители имеют возможность выбирать между многими игроками, оборачиваются для них дополнительными рисками и неопределенностью, потому что поставщики теперь начинают искать, на какой из региональных рынков, где разный уровень цен, им выгоднее поставлять. И, естественно, они идут на тот рынок, где цена является более высокой. То есть мы сегодня не наблюдаем ситуацию, при которой цены на разных региональных рынков могли бы выровняться. И вот в силу этого сегодня мы претерпеваем те самые трансформации рынка, превращение его из набора несвязанных между собой региональных рынков во взаимосвязь рынков сетевого газа и рынков СПГ, формирующих глобальный рынок, с вот этими качественными изменениями. И мы на сессии пытались найти новые грани этих качественных изменений, которые будут влиять, в частности, и на проекты «Сахалинские». Потому что это означает, что меняется конкурентная позиция сахалинских проектов, существующих и новых проектов, вот в этом вот меняющемся, соответственно, газовом мире. Спасибо. Андрей Александрович, как Вы считаете, учитывая стадия развития сахалинских проектов, какие новые темы могли бы быть включены в программу конференции 2019 года? Хороший вопрос, потому что 22 конференция, это означает, что 22 года подряд нельзя говорить об одном и том же. Потому что, если смотреть с точки зрения проектов, да, можно смотреть с точки зрения рынка, меняется среда, да, ну, меняется среда, работает эффект огурца, да, Вы берете свежий, засовываете в рассол, он начинает просаливаться, да. 22 года, находясь в ситуации меняющихся рынков, да, значит, меняется конъюнтура, о которой я только что говорил, значит, меняются внешние факторы. Это один из моментов, почему целесообразно сегодня было бы добавить в более широком, возможно, объеме дискуссию вот об изменении этих внешних характеристик развития рынков. Потому что то, что происходит сегодня и то, что произошло 22 года назад, это, как в свое время говорили, так сказать, в Одессе, две большие разницы, да. Это разные состояния развития рынков. Тогда они характеризовались одними, одним набором факторов, сегодня, как я только что рассказал, да, это принципиально другие, это взрывные изменения. Но и с точки зрения эволюции самих инвестиционных проектов в Сахалине, тоже мне представляется, меняется и даже, может быть, интерес участников конференции. Потому что, когда вы находитесь на стадии перед принятием окончательных инвестиционных решений, на начальной стадии освоения проектов, вам хочется понять, значит, как будет развиваться проект в будущем. Есть еще элементы неопределенности. Сейчас значительная часть проектов уже вышла на стадию устойчивого развития, да. Поэтому информация в этих проектах вносит такой, ну, более монотонный характер, да. Здесь нет таких существенных радикальных изменений. Они могут прийти только со стороны тех новых проектов, которые будут уже дополнительными, да, к той совокупности проектов, там, Сахалин-1, Сахалин-2, там, 3, 5 и так далее, которые здесь уже развиваются. Значит, поэтому со стороны проектов новых, да, критическая масса информации, которая привлекла бы сюда слушателей, да, наверное, мы с каждым годом будем находить все меньше и меньше. Это означает, действительно нужны вот эти новые темы. И новые темы могут быть какие, помимо того, что мы смотрим внешние измерения, да, смотреть уже не столько на внутреннюю кухню самих проектов, да, а смотреть, условно говоря, на те эффекты, которые они привнесли, да. Ведь нам сегодня много очень приходится слышать о том, что нужно залезать нефтегазовые иглы, да. Считается, что это как бы наша беда, это наше зло, там, и так далее. Но в то же время, если показывать, и особенно это актуально будет на примере Сахалинских проектов, что это не только про нефтегаз, и это даже не столько про нефтегаз. Потому что помимо того, что любые инвестиционные проекты в нефтегазе, да, они дают, соответственно, добываемую нефть, дают добываемую газ, они дают, соответственно, налоги в бюджет, да. Но это косвенные мультиплективные эффекты, которые стимулируют развитие сопряженных производств, причем очень инновационных, очень, так сказать, наукоемких производств. Потому что осваивать ресурсы нефти и газа в сложных природных условиях, на шельфе, с тяжелой ледовой обстановкой, а Сахалин именно это, скажем, полигон. Ну, для нас, для моей страны, да, Сахалин, это, например, тот же полигон, что для мировой нефтяной отрасли было Северное море, да, полигон освоения ресурсов нефтегаза в сложных условиях. Поэтому посмотреть, каким образом нефтегазовые проекты Сахалина, они стимулируют развитие обрабатывающих отраслей промышленности, новых технологий, которые способствуют освоению шельфа, а осваивать шельф иногда бывает гораздо сложнее, чем осваивать космос. Потому что, ну, условно говоря, посмотреть, сколько людей побывало в космосе, там, скажем, на Луне было 19 человек, да, там сколько там, 230 или 430 тысяч километров, да, от Земли, я не помню, по-моему, 230 тысяч, да. А сколько людей было на дне, там, самой глубокой, скажем, Марианской впадине? Глубина, которая всего лишь 11 километров, да, сравните. 11, да, а там 230 тысяч. А там было все только трое. Два человека в 60-м году и потом, соответственно, Питер Камерон, да, на нашей установке Мир, соответственно, глубоководный, на российской, да, там, несколько лет тому назад туда спустился, да. 3 и 19. А в космосе сколько человек было? А космос это там то, что считается там выше там 80-100 километров, да. Там счет уже идет на сотни, так сказать, под две сотни, по-моему, приближается количество людей, которые, соответственно, летали, соответственно, в космос. То есть осваивать шельф гораздо тяжелее. Именно поэтому тот спрос на новые технологии, на новые технические решения, которые делали бы освоение Арктики, да, или освоение шельфа, который приравнен к условиям Арктики, да, выгодным, да, который бы снижал издержки, это вызов для страны. И для моей страны я считаю, что вот ресурсно-инновационный путь развития, да, он является таким же, соответственно, прогрессивным, да, который связан с освоением природных ресурсов, которые нам дала матушка природа, да, уходить от которого не следует. И вот, может быть, эти вот элементы, они могут являться темами в большей и в большей степени следующих наших конференций, когда постепенно мы будем не только говорить о перспективах освоения того или нового проекта, сколько там скважина будет пробурено там и так далее, а оценивать тот вклад, который дают эти проекты, и уже у нас есть, так сказать, достаточно большой период, где накопилась эта информация, да, в ненефтяное развитие, или, скажем, в развитие нашей страны за пределами ненефтяных отраслей. То есть тот вклад, который они дают в развитие наукоемких производств, так сказать, обрабатывающих отраслей промышленности и так далее, и так далее, то, что относится к сфере инноваций, необходимости которого столь долго говорит наша партия правительства, да, или партии, да, и правительства, да, в течение последнего времени. Потому что здесь возможно совмещать и одно и другое. Не уходить из нефти, да, в эти отрасли, да, а на базе вот ресурсно-инновационного пути развития, идеологом которого у нас является там вот известный такой академик Анатолий Дмитриевский, и которого я всячески в этом отношении поддерживаю, да, здесь возможно совмещать одно с другим. Поэтому вот такого рода темы, мне кажется, могут постепенно добавляться к повестке дня нашей конференции, компенсируя тот естественное снижение возможного интереса к реализации тех проектов, которые вышли уже на стадию устойчивого развития, и поэтому не несут в себе той критической массы большого объема новой информации, как это было, скажем, на начальных этапах информирования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова